Подсолнечник является благоприятным субстратом для развития более чем 70 патогенов. В настоящем ролике мы хотим вам показать наиболее распространенные и наиболее вредоносные болезни, которые наносят существенный вред урожайным и качественным свойствам масла семян подсолнечника. При температуре от 18 до 30 градусов при наличии капельной жидкой влаги на листе подсолнечника образуется некроз, который развивается на всю листовую пластинку, далее по черешку продвигается к стеблю и образуется пятно. Таких пятен может быть несколько на одном растении. При дальнейшем развитии болезни пятна сливаются в сплошную массу и продвигаются по стеблю. В итоге весь стебель может быть черным. Несмотря на высокую распространенность фомоза, большой вредоносности от него не наблюдается. Почему? Потому что фомоз поражает в основном только эпидермальные ткани подсолнечника, не затрагивая при этом проводящую систему. И поэтому влияние на снижение урожая у него минимальное. Если соскоблить верхнюю часть эпидермиса, под эпидермальным слоем при поражении фомозом на тканях стебля подсолнечника образуется темное пятно. В отличие от фомопсиса, при поражении которым это пятно будет или оранжевого, или желтого цвета. Одной из вредоноснейших эпифитотийно опасных болезней на подсолнечке является фомопсис хелианти. Первые признаки болезни возникают на листе. И образуется некроз. И отличительным признаком фомопсиса является то, что образуется некроз на листе, и затем некроз на жилке, он обгоняет некроз на листе и идет как бы впереди. Это является отличительным признаком. Оптимальными условиями для заражения фомопсиса являются наличие обильных роз или небольших осадков, чтобы была капельно-жидкая влага и температура воздуха была порядка 22-25 градусов. Как уже говорилось ранее, фомопсис поражает лист. По листу возбудитель болезни продвигается к черешку, по черешку продвигается к стеблю, и на стебле образуется такое характерное пятно коричневатого цвета. На этом стебле образовалось три пятна. Вот первое пятно, вот второе пятно и вот оно, третье пятно. То есть здесь все три пятна слились в единое и в значительной степени поразили стебель. Фомопсис глубоко проникает в ткани подсолнечка, поражая его проводящую систему. Вот на данном срезе видно, что внутренние ткани и срединная паренхема подсолнечка имеют светло-коричневый, но при раннем поражении это желтого цвета, и видно, что болезнь проникла внутрь стебля подсолнечка. В этом и проявляется его вредоносность. Он поражает проводящую систему, нарушает механические ткани, и растение при сильном развитии болезни может в данном месте переломиться. В механические ткани стебли разрушаются, и поэтому этот стебель легко продавливается. При нажатии пальцев он легко продавливается. На данном растении видно, что болезнь развивалась довольно сильно, и стебель в месте проявления болезни переломился. При таком сильном развитии болезни урожай с такого растения теряется полностью, потому что растение переламывается, и корзинка лежит на земле. При сильном поражении стебля урожайность за счет уменьшения процесса налива, урожайность снижается до 40%, и масличность снижается на 10-15%. Очень распространенное заболевание на подсолнечке – это фузариоз. Фузариоз вызывается комплексом грибов рода фузариум. Там и оксиспорум, и манилиформы, и другие виды фузариозов. Но в основном стебель поражает фузариум оксиспорум. Заражение фузариозом чаще всего происходит в фазу проростка. И далее гриб локализуется в районе корневой шейки растения подсолнечника и сосуществует вместе с растением до фазы окончания цветения. В дальнейшем при созревании подсолнечника фузариоз начнет подниматься по стеблю, так как это трахеомикозное заболевание будет подниматься по проводящей системе, выше и выше, и может подняться почти до самой корзинки. Первые симптомы проявления фузариоза появляются на нижних листьях подсолнечника. На листе появляется размытое желтое пятно. Впоследствии чаще всего с края листа возникает некроз. Этот некроз охватывает весь лист, и лист засыхает. И в дальнейшем этот процесс поднимается выше по стеблю. Симптомы проявления те же самые. Вот на данном листе подсолнечника хорошо видны все ступени проявления фузариоза на лисях. Сразу идет пожелтение листа, затем это пожелтение переходит в некроз, и постепенно весь лист покроется некрозом, и отомрет, и дойдет до черешка. Для того, чтобы убедиться, что растение поражено действительно фузариозом, необходимо растение вырвать, и мы увидим отслоение эпидермиса от основной ткани корня. Теперь отряхиваем. На этом растении хорошо виден пораженный корешок. Пораженный корешок имеет коричневый цвет, и с него будет очень легко сниматься эпидермис. Вот, пожалуйста, снялся эпидермис, и видна белая часть основного корня. Здоровый корешок белого цвета. Если попробовать снять с него эпидермис руками, то не получится. Эпидермис со здорового корешка не снимается. На разрезе стебля хорошо видно, как на внутренних тканях локализуется возбудитель гриба рода фузариум. Одновременно с фузариозом заметна потемневшая часть корешка, заметно, что здесь проявление поражения пепельной гнилью. Фузариоз и пепельная гниль поражают растения параллельно, и один гриб способствуют развитию другого гриба. В дальнейшем это пятно будет по внутренним тканям продвигаться вверх по стеблю. При сильном развитии фузариоза в раннюю стебель растение погибает в начале фазы налива, и практически на таком растении урожай не образуется. Одной из наиболее распространенных болезней на подсолнечке является пепельная гниль. Практически пепельная гниль поражает 80% растений на каждом поле подсолнечника. Заражение пепельной гнилью происходит в фазу проростка почвенной инфекцией. Зараженный проросток нормально произрастает, а пепельная гниль, она локализуется в районе корневой шейки. И эта локализация продолжается до тех пор, пока не возникают стрессовые условия. Стрессовыми условиями являются в основном уплотнение почвы и засуха. Далее пепельная гниль, обычно это происходит после фазы цветения, ярким языком выходит на поверхность и развивается вдоль по стеблю. Вначале это пятно имеет вот такой коричнево-черный вид. На предыдущем растении мы видели начальную форму проявления болезни. Далее это пятно приобретает серебристый цвет и распространяется по стеблю. И в конечном итоге это пятно может охватить весь стебель, вплоть до корзинки. Чтобы убедиться, что это действительно пепельная гниль, нужно сделать срез стебля, и мы увидим средину паренхиму, как будто бы посыпанную угольной пылью. Вот, пожалуйста, срединная паренхима, она вся имеет такой угольно-черный цвет. Еще в связи с такими симптомами пепельную гниль называют угольной гнилью подсолнечника. Пепельная гниль это растение уже практически уничтожила, и на нем очень четко проявится вредоносность. То есть будут щуплые семена, недоналив семян составит около 30% урожая, и масличность таких семян будет не более 30%. Подтверждение высокой распространенности пепельной гнилью говорит данный кадр. В данном случае все растения в ряду поражены пепельной гнилью. И в высокой степени. Здесь будут явные потери урожая более 30% и снижение масличности. Здесь представлены семена, отобранные со здорового растения и с растения пораженного пепельной гнилью. Как видно, в верхнем ряду, где представлены семена со здоровой корзинки, семена более крупные. Нижний ряд – это семена, отобранные с растения пораженной пепельной гнилью. Они более мелкие. Вот в этом и проявляется вредоносность пепельной гнили. Добрый день, коллеги! Меня зовут Конышхалев Александр. Я технический эксперт по семенам подсолнечка в регионе Волга. Насыщение сиобород подсолнечком в регионе приводило к развитию болезни. Одной из важных проблем за последние 5 лет является ржавчина. Ржавчина подсолнечка – это болезнь, которая вызывается грибом Пуциния хилианти. Пиковыми годами наибольшего распространения ржавчины являются 2016-2017 годы. И здесь я хотел подробно рассказать о стадиях развития ржавчины. Первая эцидиальная стадия проявляется на сходах подсолнечника в виде оранжевых выпуклых пятен. Вторая стадия – это уреда стадия. После заражения подсолнечника от эцидиоспор через 5-7 дней на нижней или верхней стороне листа образуются подушечки уреда пустолы с уредоспорами. Уредоспоры дают течение вегетации несколько поколений, и являются основным источником инфекции в летнее время. Прорастают они в условиях повышенной влажности и оптимальной температуры в пределах 18-20 градусов. И третья стадия – это стадия телейтоспор. К концу вегетации на нижней или верхней стороне листа образуются темно-коричневые пустолы, содержащие телейтоспор. Они развиваются осенью и зимуют на растительных остатках больных растений. Ржавчина распространена во всех регионах возделания подсолнечника. Ржавчина приводит к нарушению различных физиологических процессов, протекающих в растении. Приводит к усыханию листьев, образованию щуплых семян. Также приводит к снижению урожайности на 20-40% и мастичности на 50%. Ржавчина на подсолнечке распространена практически во всех регионах, где подсолнечник возделывается. Но в северных регионах ржавчина появляется на подсолнечке в фазу 2-3 пар настоящих листьев. И в дальнейшем она очень сильно развивается. И практически все посевы подсолнечника в северной зоне возделывания поражаются этим опасным возбудителем болезни. На юге, юго-ростовской области, Краснодарский край, Ставропольский край, ржавчина поражает подсолнечник тоже, но она поражает его уже после фазы налива. На данном растении мы можем обнаружить телеитостадию ржавчины. Вот образуется эта зимующая стадия. И вот практически уже урожай подсолнечника сформирован полностью. И вреда никакого ржавчина здесь не принесет. Для развития ржавчины обязательно нужна капельно-жидкая влага и наличие инфекционного начала. Инфекционное начало ржавчины подсолнечника сохраняется в почве и далее переходит на растение в виде уреда пустул. Уреда споры распространяются, заселяют подсолнечник, и в дальнейшем из них образуется телеитостадия. Телеитостадия телеито пустулы, и в них находятся телеитоспоры. Белая гниль является одной из агрессивнейших болезней на подсолнечнике. Поражает растение она от фазы проростка и до фазы созревания. Но если поражает фазу проростка, то проростки погибают, не выходя на поверхность. Какие признаки белой гнили? Если посмотреть на нижнюю часть, на прикорневую часть стебля растения, то видно, что образуется такое светлое пятно, которое постепенно поднимается кверху. На данном растении видно начальная форма, проявление прикорневой формы, проявление белой гнили. И вот виден беленький мицелий, который образовался на корешке. В дальнейшем из этого мицелия образуется склероций. И процесс образования склероция уже начат. Вон видны те бугорки. Вот так выглядит корень растения, погибшего от прикорневой формы проявления белой гнили. На корне уже образовался склероций. Если мы разрежем стебель этого растения, то там мы тоже имеем возможность увидеть множество образовавшихся склероциев. На разрезе стебля хорошо видны склероции, образовавшиеся внутри стебля. Образовавшиеся склероции являются покоящейся стадией гриба и являются источником инфекционного начала для будущих поколений. Эти склероции в условиях Кубани могут перезимовать в растительных остатках и весною являются снова источником инфекционного начала. Наиболее вредоносной формой проявления белой гнили является корзиночная форма. Во второй половине цветения на тыльной стороне корзинки появляется мокнущее пятно, которое быстро разрастается и может охватить всю корзинку. В процессе развития болезней ткани подсолнечка мацерируются и остается только вот пучок проводящих тканей. В дальнейшем при колебаниях, вызываемых ветром или когда идет уборка при прикосновении комбайна, плодущий слой корзинки опадает и остаются только проводящие ткани. И видны вон склероции, образовавшиеся в этих тканях. Поэтому эта болезнь вредит как урожайным свойствам подсолнечка, так и качеству его масла. Альтернариоз вызывается группой грибов, относящихся к роду альтернария. И поэтому симптоматика проявления на листьях немножко отличается. Но в основном она проявляется на листьях в виде угловатых или округлых пятен с едва различимой зональностью. Далее болезнь переходит на стебель и проявляется в виде штрихов. Во второй половине налива семян подсолнечка поражаются оберточные листья корзинки. Они сразу подсыхают и затем на некоторых из них виден налет спор. При сильном развитии болезни на корзинке образуется мощный бархатистый налет мицелия и канидиэспор. Эти канидиэспори развиваются очень сильно и в дальнейшем могут переходить на семена. Часто на пятнах образуется видимая зональность. Сильное поражение подсолнечка, как вот на данной корзинке, вызывает изменение посевных и товарных качеств семян, но не влияет на величину урожая. Как влияет на семенные качества семян? Гриб проникает в семянки и локализуется там. В дальнейшем мицелий, проникший в семянки подсолнечка, вызывает снижение всхожести семян. Эта вредоносность характерна только для семенного подсолнечка. Товарный подсолнечек при проникновении возбудителя в семена, он при долгом хранении гораздо быстрее повышает кислотное число масла. Так что альтернария в настоящее время своего развития, она не вредит количественным характеристикам урожая, но вредит его качественным показателям. Распространен альтернариоз на всех посевах возделывания подсолнечника, но степень распространения болезни разная. В южных районах это порядка 90-100% пораженных растений, в северных районах 40-50%. В настоящее время одной из вредоносных болезней, которая развивается на подсолнечке, является сухая гниль. Сухая гниль вызывается грибами рода Ризопус, и заражает она подсолнечек во время цветения. Основной вред этой болезни выражается не в снижении урожайности, а в снижении качества урожая. То есть сухая гниль вызывает очень сильное окисление масла в семянке подсолнечника. Семянка приобретает черный цвет и горьковатый привкус. В верхнем ряду семянки отобраны из здоровой части корзинки. Видно, что они не поражены белого цвета. Нижний ряд семянки щуплые и черного цвета. Это семянки, отобранные из центра очага поражения. Щуплые семянки, они из-за того, что заражение произошло очень рано и развивалось интенсивно. То есть эти семянки не успели налиться. Кроме того, поражение Ризопусом вызывает очень сильное повышение кислотного числа масла. Если в здоровых семянках масло порядка 0,8 мг калию аж на миллилитр масла, то в больных семянках оно может подняться до 12-18 единиц мг калию аж. Травмирование корзинки является дополнительным фактором для того, чтобы болезнь успешно заразила данное растение. Вот на этом снимке видно повреждение корзинки совкой, что вполне возможно спровоцировало развитие болезни на данной корзинке. Не менее важной проблемой является вертцелезное увядание подсолнечника, которое нарастает в последнее время на территории России. Вертицелезное увядание подсолнечника – это болезнь, которая вызывается грибом вертицилиум. Основной источник инфекции – это микроэсклерозы, находящиеся в почве и на растительных остатках. На заболевших растениях отмечается падение турбора, что выражается увяданием листьев, которые в дальнейшем приобретают бледно-зеленую, желтую и затем бурую окраску. В ряде случаев характерная для вертцелеза пятнистость образуется на одной половине листа, до середины жилки, в то время как вторая половина листа совершенно нормальная. При закупорке сосудов также может поражаться одна сторона стебля. Чаще всего заболевшие растения имеют недоразвитую корзинку и пустые семена.